Лукашенко сейчас, в общем, проигрывает, и мы начинаем это видеть. Это удивительно, потому что у него сужается круг возможностей. Он тоже в полной западни, у него есть три выхода – бежать, красиво уйти или самоубиться. Самоубиться у него тонка кишка, а бежать некуда и уходить тоже некуда. Потому что до сих пор то, что мы, в общем, обязаны заметить – восстание живо. И пульс его абсолютно отчетливый. Оно изувечено, оно окровавлено, оно брошено в застенки. Но любому восстанию это, между прочим, идет, потому что чем больше мучеников, тем оно эффектнее и сильнее. Там, кстати, видела, я тебя послал, в Белоруссии вывели такую смешную породу пропагандистов, которая еще смешнее Соловьева и Скобеевой. В таком карикатурном варианте. Это прямо лубок такой настоящий, рассказываю радиослушателям. Это просто… Там очаровательный парнишка, по-моему, который стебется над любым словом, которое он произносит. Но он-то все равно произносит. У него даже и фамилия какая-то тоже комическая, специально выведенная. Да, он явно совершенно это все заучивает и вытрескивает. Но зря он играет с этим огнем. Ему бы лучше, конечно, было бы вести такую передачу в Балаклаве, потому что кто-нибудь с 20-го раза запомнит лицо, и рано или поздно будет плохо. То есть у Лукашенко абсолютно сейчас ограничены возможности ему реализовываться дальше. Можно только в сторону уже тяжелой техники, уже открытой стрельбы по людям. Потому что белорусы привыкли к светошумовым гранатам. Это уже как гудки транспорта, как велосипедисты. На это уже все ржут и расходятся кружком, уже знают, как реагировать. То есть дальнейшее силовое воздействие будет приводить либо к насмешкам, либо к увеличению числа мучеников. И единственное, на кого и плюс, у Лукашенко заканчиваются уроды. Он, в общем, мобилизовал всех. Куда они деваются? Их-то никто не арестовывал? Нет, они выходят. Во-первых, их надо штопать все время. Там такого рода публика. Вы думаете, у них закрадывается мысль, что они делают что-то не то? Да, их все время приходится... Ну, мы же видели, да, что произошло с министром МВД. И вот он даже, насколько я понимаю, пытался вступить в переговоры с петербургской кунсткамерой. Потому что вот эти уродцы, которые сидят у нас по банкам, если пошить для них форму белорусского МВД и армии, то, в общем, получится очень хороший союзник Лукашенко. Пока ему отказано.